Рассказывать о себе, конечно, всегда сложно. Сложно почему? Потому что всю жизнь не расскажешь, она как у всех людей. Есть полоса черная, есть полоса белая и так далее. Но я думаю, что интересно будет не то, что я, кто я есть, а, наверное, какую жизнь я прожил. А жизнь прожил я долго, я родился в 46-м году, поэтому я помню немцев в городе Ржеве пленных, которых мы бросались камнями. Причем никто меня этому не учил, мы шли в школу, набирали камни и бросали. Там было, ну, Ржев можно было назвать, скажем так, условно существующим городом. Он был разбит до нельзя. Люди жили по берегам Волги, рыли большие пещеры, норы, ставили буржуйки и жили. И когда мы пошли в первый класс, это был уже 52-й год, то у нас левая половина школы была еще без крыши, а правая уже мы учились. Поэтому вот вся жизнь, которая, скажем так, разворачивалась, она, естественно, чему-то учит. Был призван в армию, из армии я поступил в Горьковское здесь ракетное училище, окончил его, потом окончил Академию противовоздушной обороны имени Жукова, потом окончил Академию генерального штаба. То есть вся моя жизнь, практически от солдата до генерала, прошла в войсках. Проходил я службу на разных должностях, начиная от командира отделения, командовал и дивизионом, и полком, и дивизией, и корпусом. Был замкомандующего 14-го отдельной армии противовоздушной обороны, это новосибирская армия. После чего был откомандирован в генеральный штаб и отправлен для работы за границу. После того, как я вернулся из-за границы, это был уже 96-й год, с 96-го года по 2001-й год. Я был начальником штаба, первым заместителем команды 60-ти ракетными войсками противовоздушной обороны страны. Сейчас оно называется воздушно-космических сил. Сейчас все обеспокоены частичной мобилизацией. Что это означает? Значит, давайте мы с вами, прежде чем говорить о частичной или полной мобилизации, или вообще мобилизации как таковой, мы расставим некоторые акценты о том, чтобы мы понимали, о чем идет разговор, понимали одинаково. К сожалению, сейчас время такое настало, что не все люди понимают, что такое война. И точнее, не то, что не понимают, до них не доходит это понятие. Почему-то превалирует мнение то, что война – это тогда, когда стреляют пушки. И только последнее время, хотя люди, которые занимались военной наукой, люди, которые исследовали и анализировали отношения государства, войны, межгосударственных отношений в различных их формах, они уже давно поняли, что такое война. И Клаузович в своей работе, он очень, это один из великих, ну скажем, теоретиков военной мысли, немец фон Клаузер, он написал, что война есть не что иное, как продолжение политики иными насильственными средствами. Но там не говорится, он не говорил о том, что гремят пушки и так далее, и тому подобное. Под этим всегда подразумевалось определенное количество мероприятий, которые противоборствуют стороны. Ну, например, вот есть дипломатические отношения. Они всегда были в форме чего? Противоборства. Существуют разведки, контрразведки, одни крадут секреты, другие не дают красть эти секреты, одни высылают своих посланников, отзывают. Есть экономические отношения между государством. Это тоже борьба. А на жизнь борьба идет с тех пор, как только появились племена. Одни сеяли хлеб и собирали, а другие пришли его и забрали. Потом появилось золото, потом появилась пушнина и так далее. Это всегда существовала, вот эта борьба. А посмотрите, что сейчас творится. На Россию в общей сложности наложено 11 800 ограничений, ну, санкций, по-иному говоря. Ведь куда ни ткни, мы не имеем права делать ничего. А государства, они все разные. Понимаете? И вот это, кроме этого, допустим, вот то же самое идеологические вопросы, то же самое информационная вот эта борьба. Это все и есть связующее вещество, которое в едином своем понимании представляет себе войну. Что такое мобилизация как таковая? Мобилизационные вопросы, это те вопросы, которые, это комплекс мероприятий, которые позволяют привести государство и государственные органы, вооруженные силы государства, в состояние, которое, особенно они, участвуют в данном вооруженном конфликте. То есть, в зависимости от того, какой конфликт, такая может быть и мобилизация. Частичная, ну, скажем так, какая-то до всеобщей. Причем, понимаете, самое страшное то, что люди как-то, вот как вы совершенно справедливо сказали, пугаются вот этого, ой, всех забирают, всех там, ну, вот как одна бабушка сказала, там, у меня вот соседка слышала, безглазового взяли, того взяли, это совершенно неверно. Почему? Потому что каждый из нас может, в общем-то, посчитать приблизительно, конечно, приблизительно, сколько человек будут призваны. Причем это делается очень просто, элементарно, и мы должны все это, ну, просто-напросто понимать, что это такое. Ну, допустим, есть вот 100 тысяч человек, чуть больше одного процента, которые будут призваны. Там, повусовки и так далее. Давайте сначала разберем количественную сторону. Вот есть 100 тысяч. Природа распорядилась так, что есть мужчина и есть женщина. И, как правило, это почти что 50 на 50. То есть 50 процентов мы сразу отвергаем. Остается у нас уже сколько? 50 тысяч. Мужчин. Потом из этого 50 тысяч мужского пола давайте исключим тех, которым до 20 и после 60. Таких, насколько утверждает статистика, это где-то треть. Ну, получается, значит, если у нас 50, то получается где-то 15 тысяч долой. Получается 35 тысяч уже, понимаете? И от этих 35 тысяч надо посмотреть уже возрастные группы. До 37 лет там, до 50-55. Это разные группы. Для офицеров, для солдат и так далее. То есть мы должны еще отнять из этой цифры. То есть где-то, ну, 5 тысяч приблизительно нужно отнимать. Отняли. Остается 30 тысяч. Вот из этих 30 тысяч нужно выбрать 1%. Это получается сколько? 300 человек. Понимаете? То есть это, вот все почему-то сразу хватаются, объявили частичную мобилизацию, объявили какой-то процент, это я имею в виду по количественному составу. И все сразу, ой, забрали, всех гребут, всех там. Да не гребут, больше, чем заявлено. Никто брать не будет. Потому что военкомат, это не та, извиняюсь, контора, которая гребет. Это контора, которая бледет закон. И за беззаконие, очень серьезно спрашивают и бьют. И прекрасно в военкомате все знают, какой вусовке и так далее. То есть теперь мы переходим к вопросу качественной подготовки, качественного выбора. Вот что такое, допустим, ну, вот любую профессию возьмите, военно-учетную специальность, водитель. Самая простая вещь. Одно дело человек прослужил армию, там работал водителем, допустим, на легковой машине. Или на грузовой машине. И совсем другое дело, когда человек работал на КРАЗе, у которого там 5-6 осей, 8-8 осей. Сзади у него лежат там, ну, 2-3-4, а то и 8 ракет, которые он отстреливает. Потом он этот МАЗ должен пригнать в определенную точку, где стоит транспортно-заряжающая машина, где оператор должен... Он тоже водитель. Кстати, идет по ВУЗу, водитель-оператор должен эти ракеты зарядить, поставить. Это совсем разные вещи. Поэтому, если у вас ВУЗ, допустим, водителя, то качество, какой вы должны быть, это решает военком. Он знает, где вы. И вы должны прибыть и сказать, ребята, я... Вот я водитель, но я, извините, баранку только вот на Волге крутил, и все. Все, что мы с вами говорили, когда начинали разговор о том, чтобы говорить на одном языке, когда перешли к вооруженному конфликту, мы забыли самое главное. То все вот эти противоречия, все вот эти противостояния, я имею в виду дипломатическое, экономическое, идеологическое, там, значит, информационное, и военное противостояние, они, как правило, личности не касаются. Понимаете? То есть, вот, где-то там дипломатов выслали, где-то там кого-то убили, где-то там сточили какой-то секрет, где-то повесили какие-то, значит, нам санкции, но это на нас особо не сказывается, потому что у нас есть государство, которое обязано нас защищать, наши интересы, и которое будет делать все, чтобы мы этого не почувствовали. Понимаете? А когда вопрос касается мобилизации, мобилизации в том смысле, что мобилизация, я еще говорил, еще раз повторю, что это и приведение государства в готовность, и вооруженных сил. Но государство нас опять не интересует. И я почему это говорю? Потому что это не касается каждого, если он не работает на каком-нибудь военно-промышленном предприятии, которое начинает работать в усиленном режиме. Там две смены, три смены и так далее. Но за это платят. Поэтому это, скажем, не очень. А вот когда касательно у меня там родственников, друзей, начинают призывать в армию, и начинают говорить о том, что вот тебя отобрали, это уже становится касательно меня. Конкретно. Поэтому вот это и является причиной вот этого вот того, что, так сказать, что люди начинают, грубо говоря, напрасно генерировать, напрасно какой-то ажиотаж поднимать. Это еще одна причина есть, по которой. Это то, что мы с вами, точнее, не то, что мы с вами, мы никак не можем поверить, что мы живем в такую эпоху, в которой преобразуется мир. А люди, классики, которые ученые, которые изучают вот эти взаимоотношения, межгосударственные отношения и так далее, они давно определили, что нет ни одного государства в мире, которое имеет друзей и имеет врагов. Но все государства в мире имеют интересы. И отстаивая свои интересы, это государство приобретает и врагов, и союзников. То есть вот эти все союзнические, скажем, отношения против кого-то, за кого-то, это есть не что и иное, это отстаивание своих интересов. Но когда силенки не хватает, тогда подгребают туда, ну еще, скажем, тех, которые разделяют, их или зависят от них. И вот в этом вопросе мы должны очень четко понимать одну вещь. Очень четко. Как очень часто сейчас сказал, говорит товарищ Лавров, мы с Западом разное. Причем разное настолько, что они нас даже не могут понять. Что такое русский человек? Да, душой Россию не понять, арширным общим не измерить, все правильно. Но Русь это просторы. Это такие богатства, которые никто не имеет. И человек, который живет в этих условиях, а человек всегда формируется условиями, в которых он живет, он живет с раскрытой душой, с широкой, он добрый, он прощает то, что нельзя прощать, он думает совсем по-другому. И возьмите европейца, нищая Европа, которые государство, вылавочная головка на карте, их не видно, у них нет ни газа, ни нефти, ничего своего нет. Но у них есть совсем другое. То, чем они кичатся. Да, они рачительны. Они все считают. Если они что-то делают, то делают так, что, не дай бог, там где-то что-то промахнется и так далее. Мы должны понять, что сейчас весь мир стоит на изломе. Обратиться, ну, прежде всего, тем ребятам, которые выполняют свой долг. Первое и самое основное это те, которые были добровольцы на начальном периоде. Те, которые пришли разновозрастные, те, которые участвовали в боевых действиях, они пришли сами. Они пришли, оделись и пошли воевать. Это низкий поклон на тем и людям. Это исключительные герои. Это самые настоящие герои, патриоты своей Родины. Понимаете? И их родители, их родственники, они должны гордиться этими людьми. И жена, которая отправила или разрешила мужу уйти тогда, когда он, скажем так, еще никого не призывали, и он сам пошел, она должна гордиться своим мужем. Второе, кому бы я хотел обратиться, это те, которые вот сейчас получили повестки и которые добросовестно пошли в военкомат и поехали к местам сбора. Спасибо им. Огромное спасибо, потому что это люди высокого долга. У него тоже есть жена, у него тоже есть дети, у него есть родители, у него есть знакомые, и он если по большому счету мог бы и не ходить, но случилось так, что он отобрал, его специальность нужна, он там отличный наводчик или еще кто-то, его специальность нужна там, где тяжело, там, где воюет, там, где стреляет. И все, кто вокруг него существует, они должны понимать и живет вместе с ним, они должны это понимать, понять и опять же гордиться. Тот, кто уходит, он должен чувствовать, что за ним стоит государство и оно его поддерживает. А тот, кто отпускает, я имею в виду жена, родители и все остальные, должны прекрасно понимать, что вот он уходит и государство их не бросит. Даже в худшем случае, пу-пу-пу, даже в случае гибели, тяжелого ранения, он не будет брошен. И никто ему не скажет, я туда тебя не посылал. Понимаете? Это очень ответственный момент. И к этому моменту надо очень серьезно относиться. Следующее, за чем я к кому хотел бы обратиться, это тем, к кому сейчас пришли повестки или к кому придут повестки, они начинают колебаться. Идти, не идти, мама говорит, останется дома, езжай куда-то там, вот, ну, скажем, там, в Грузию, да, в Белоруссию, куда там, вот у меня друзья есть, езжай, там, отдохнешь. Я должен сказать, ребята, остановитесь, подумайте. И самое страшное это то, что вот такой колеблющий, он делает свою жизнь, и не завтра, а сегодня. человек, единожды предав, предав себя, предав Родину, предав свои идеалы, или даже, скажем так, интересы государственные, предаст всегда. Это самое страшное грех. Человек не может, даже если он вот настолько ошибется, сегодня ошибется, и не пойдет за этой повесткой, или не появится по повестке, он уже будет, скажем так, ну, пока еще в шаге от этого предательства, от братоубийственного предательства, потому что за него пойдет другой. Понимаете? это очень страшно для людей. Ну, и, конечно, я не могу обойти тех, кто призывники, которые уже внутренне решили откосить от этого призыва. Я просто обращаюсь к ним. Ребята, остановитесь. Подлость никогда не была смыслом жизни. и не будет по той простой причине, что человек, когда он предает свой идеал, предает себя, он обрекает на вечную муку. Эта история знает много случаев, когда, ну, скажем так, в деревнях прятали своих родственников в подполе, они по 10 лет сидели в подполе. Представляете? Пока кончилась война, и после войны еще там практически 5-7 лет они жили, чтобы их никто не видел, уезжали, замазывали, они мучились всю жизнь. Не дайте себе Бог, чтобы это случилось с вами. Остановитесь. И главное, я хотел бы обратиться как раз к тому, к тем, о ком вы начали разговор. Родные, жены, матери, не делайте из своих детей и родственников предателей и сволочей. Не дайте им стать ими. Но понимаете, вы должны это воспринимать как священный долг, если хотите, как доверие Родины ее защищать. Редактор субтитров